ну что здравствуйте дорогие товарищи сегодня мы поиграем как вы видите в back for blood я в свое время уже прошел компанию на нормальном уровне сложности но поскольку я играл как-то не знаю ну в общем проходил ради прохождения может быть не очень-то и заценил игру как таковое давайте сейчас меняем чуть-чуть их общую громкость на что он тут за ночной режим ударная фигня какая-то интересно вот кстати это для небольших динамиков люблю ночной режим давайте так все назад океешки ну вкратце black for blood что когда-то была такая turtle rock studios которая под крылом вал создал left for dead ну как создала там если посмотреть на титры club for dead то окажется что из нынешних разработчиков turtle rock studios там всего семь человек а всю остальную львиную часть работы выполнила вал непосредственно там и это анимации прочее 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 и собственно left for dead 2 как бы рассказывает нам историю того что тортл рок наверно молодцы что они придумали такую идею как бы но опять же эта идея оформилась в сотрудничестве с валвом вот но они вышли из стен валва с идея о том что они большие специалисты по кооперативным шутерам сделали вначале волв который не очень зашел людям и потом вернулись к идее лава деда вот в этом бэк по благо как бы у игры есть хорошие плохие стороны скажем так какие-то вещи если посмотреть на специализированные виде как видео которые сравнивают что было сделано в лэв фо дэда и бэк фо блат показывают что некоторые вещи все-таки тортл рок студиос не заметили что нужно было сделать ну или или какие-то другие причины но тем не менее 80 миллионов которые потратила warner brothers games если я правильно помню если я правильно помню сумму но сумма не маленькая что в общем то деньги потраченные на эту игру они видны на самом деле как бы это графически хорошая игра как бы и я прошел через все компании которые тут есть то есть где-то у нас вот сожалению нужно подходить через какие-то там через хабные места чтобы показать но к этому мы еще вернемся в общем я прошел через все компании и мне было весело как бы у меня не было такого ностальгирования по лэв фо дэду но из всех лэв фо дэдов это максимально близко хотя тут попытались ввести свои дополнительные фишечки о которых я потом расскажу и эти дополнительные фишечки одни им сомнительного качества на мой взгляд ладно посмотрим что у нас тут есть если мы помним то из лэв фо дэда было всего ничего оружие то получается пистолет ппшечка автомат снайперка и дробовик и этого хватало потому что это как бы аркадные это не реалистичные оружие были это аркадные градации того как стреляет оружие скажем так в лэв фо д 2 добавили собственно по промежуточным состоянием то есть что-то стреляет чаще что-то стреляет быстрее ну и собственно в целом баланс состоял на все тех же позициях собственно здесь много чего ну скажем так не поменялось теперь это как бы классическая современная игра классическая современная игра да конечно это современная игра в которой куча оружия и в которой есть примочечки для более интересного прохождения вот например я взял коллиматор на прицел есть как называется блин задники приклады различные есть различные типы магазинов которые позволяют вам улучшить оружие в процессе игры это не так чтобы что у вас она сохраняется это оружие это что-то из разряда вы выбираете в начале и тот тоже неправда у вас у каждого персонажа есть свое особенное оружие и потом в процессе игры вы можете найти новое и в процессе игры вы можете его улучшить и дополнить вот этими всеми улучшениями которые изменят характеристики вашего оружия о я кстати нашел где то есть в целом все осталось по прежнему у нас есть основное оружие вторичное оружие обезболивающие там аптечечки гранаты и и пятый предмет что у нас пятый предмет и какая-то хрень дополнительная вот есть некоторые вещи которые просто берутся на время то есть потом она сбрасывается если у вас нету другого оружия потом она сбрасывается и все как бы когда патроны заканчивается ну такое достаточно достаточно стандартное геймплейное решение геймдизайн геймдизайновое решение вот ладно тут не интересно бродить по всем вот этим вот штукам вообще не обязательно потому что через таб как я сам уже вспомнил можно найти все что нужно так ну конечно ребята добавили гораздо больше персонализации ну вот собственно это то что у нас может добыть игрок но это чисто гринд как бы толку в этом особо я не вижу как бы тут даже есть граффити который из халфы притащились вот те колоды где там у нас персонажи очистилищики вот у нас такая туча людей которые выступают в качестве играбельных персонажей у них есть какие-то специфические особенности и это наверное надо учитывать на как-то так мне кажется что в процессе игры все равно это больше превращается во что-то ну наверное все таки надо учитывать но я не учитывал я как бы все это все равно ты заним занимаешься тем что собираешь колоду под себя мой любимый персонаж это вот Дэн Пророк да как бы в отличии от ЛФД да теперь можно всячески украшать своих персонажей это здорово но честно говоря я бы сделал уже просто конструктор чебурека и навешивал на него трейты как бы если вы уже стремитесь в эту сторону потому что ну в игре они вообще никак не развивают идеи персонажей это просто какие-то какие-то скинчики личности которые вам больше или меньше нравится там и то что у них свои особенные фишечки вот эти командные эффекты там ну ну то такое все равно ты будешь подбирать то что тебе понравилось а там команда эффекта это просто приятный бонус ай да но зато можно нагриндить ну добавить кучу гринда чтобы набивать уровни персонажей там лут для персонажей вот кстати если говорить про лут то у нас есть такие вот штуки где ты постепенно себе добываешь вот эти вот разные штучечки выпадаемые достаточно разнообраз рандомным путем как бы это не главное в игре то есть оно это приятное дополнение которое в общем то не сильно не сильно привязывался вот есть обычная валюта есть черепушки которые добываются в спец пещерах скажем так и которые мне не очень понравились ладно самая главная фишечка в точнее две фишечки которые есть в этой игре это во-первых нет это не испытание червя мне это не интересно это в компании когда ты когда ты сейчас давайте подойдем к этому товарищу может что то я не понимаю так компания эскейпнет вот создатель вылазку и фишка в том что у нас есть последовательное прохождение кампании то есть то есть как вы видите здесь вот первый акт он последовательно проходится и в его рамках ваш персонаж набирает какие-то умения набирает какие-то колоды набирает бонусные раритетные предметы под винтовку под оружие там и выходит как бы если начинаешь игру с обычным оружием обычном уровне то под конец кампании вот где-то здесь выходишь с очень редким оружием там какие-то вообще специализированные образцы вот из-за того что этих карт становится дохрена и больше я проходил компанию в общем-то в начале все вот эти вот ак 2 ак 3 ак 4 5 и потом к первому просто на всю ночь как бы у меня даже был конфликт с какими-то чувачками которые хотели в эти пещеры лезть то есть посреди уровня может быть случайным образом активируется вход в пещеру которая по прохождению закроет карту даже если где-то в начале нашел этот вход но которая мне просто не нравится по факту ну то есть мне хотелось играть в карту а не ползать по склейским пещерам и у меня случился конфликт мы там минут пять я стоял около выхода на другую карту товарищи стояли на выходе в пещеру и все закончилось тем что какой-то мудак меня подстрелил и игра засчитала что я раненый как бы и мое мнение больше не считается ну и в общем все пошли в пещеру модозвон гребаный ладно не будем вспоминать о плохом как бы да но мы еще скорее всего посмотрим это дальше вместе с как я уже был там ладно это будет еще потом ясно вместе со всем этим были введены системы колод и колоды позволяет очень сильно разнообразить то как вы играете вот у нас есть пять пятнадцать карт которые мы можем выбрать и безумное количество карточек которые добываются через покупку там канала снабжения через покупку вот или еще как каким-нибудь другим образом я уже не помню но здесь получается что можно набрать очень интересные комбинации которые вот например в моем случае позволили выбирать не просто там основное и вторичное оружие а два основных оружия которые ну то есть взять автоматы дробовик а не автоматы пистолет там чуть быстрее бегать как то так больше вещей носить там меньше травмироваться и так далее в общем в этом есть своя изюминка и в этом же есть свой минус потому что в отличие от лифтача там первого второго тебе нужно посидеть подумать что ты там хочешь колоду собрать но если у тебя же не готовая колода или там если к тебе что-то прилетело интересно ты должен посидеть посмотреть перебрать добавить убрать как бы покликать ну если у вас уже готовая стратегия то это конечно делается все быстро как и в любой колоду собирательной игре ну там не знаю мотыга или что-нибудь еще в этом роде какие-нибудь live living card game вот но если нет поначалу то если вы там хотите другую стратегию придумать в этом роде другую колоду собрать вот создать колоду то нужно будет посидеть немножечко ну там под снайпера под пулеметчика там под милишника и так далее ну как как вам угодно вот например сейчас я уже не помню что я тут понабирал что-то такое ну довольно стандартный набор одного мало да два основных оружия самым главным образом и хилкат от ближнего боя как-то так вот здесь можно найти сколько там 250 нужно ну ладно неважно ладно давайте попробуем найти какую-нибудь игру неважно в каком акте а там уже посмотрим что-то как так профили подвиги конечно же есть ачивки смотрите нашел кого-то довольно быстро кстати говоря ну может потому что я вечером играю а это как обычно люди после работы приходят все дела а вот 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 что то как это мне папа и что дальше что происходит вот 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 ладно давайте побежали что здесь происходит это знакомая карта патронов много тут здесь очень сильно дышит ах какая какая тут интересная эстетика такого миссистости что-то из не знаю приходящего репаута будет вот миссисто миссисто но что происходит ребята куда мы идем кстати карри паута за какие-то самые а нам туда в общем так интересно меня кто-то слышит даже не баре хирме это неважно это кто-то просто дышит включил себе это самое обычно выключаю поэтому я за себя скорее уверен нежели такое да эстетика мясного шутера скажем так да ну конечно не найди вот карту какую-то купил так эстетика мясного шутера значит что здесь происходит как-то что это такое что это за тварь какая где-то нафиг до мясной шутер я все как не могу договориться вот и какой-то мере она приближается к какому-то килинг флору в этом смысле по эстетике блин а черт побери я как раз сегодня играл в life for dead там такая система из counter страйка где ты присаживаешься у тебя собственно становится точнее выстрел ну вот для того чтобы точнее стрелять получается на кто-то еще есть то для того чтобы точнее стрелять я нужно выполнить какие-то внешние действия чтобы у тебя точнее прицел был то есть это не точность действие не направлено на точность стрельбы а вот изобретение вот это мушки прислонение мушки это как раз таки современный геймдизайн где ты хочешь точнее стрелять и игра сама тебя направляет на то чтобы чтобы ограничить все эти вещи то есть ты медленнее идешь ты там чуть ближе смотришь и так далее и мне это больше нравится как лавточа это уже не хватает правда тут вопрос возникает то есть лавточа можно было просто сразу отбиваться на правую кнопку тут приходится еще одну кнопку задействовать на давайте мне это нравится еще одну кнопку задействовать которая может могла быть использована для чего-то другого чем скорее всего для кнопкой из так выносливость здоровье выносливость здоровье ну давайте припасы да нафиг срезанные карты типа 1 1 разовая что тут у нас такое и тут придумали кстати еще фишечку с медиками все тебя есть что-то из этого и ты словно как называлась killing floor можешь прикупить какого-то шмота это наша алесия из верминтида перо так мы кого-то ждем он видит сканд с xbox а то есть вся королевская раз здесь playstation пока и xbox не так не работает чувак да давайте но кидов но кидов так что то у нас есть из это неинтересно это неинтересно надо что-то прикупить хорошего я моя давайте лучше это прикуплю там вам отдам вот легкий паркур кстати то есть ну да это это банально но реально это кажется современная игра тем не менее да кстати у нас ветеран интересно случайные карты одни как бы дают тебе так что там у нас кто-то можно просто отталкиваться людей на смысле не людей не людей вот но черт как что происходит просто отталкивать но я взял карточку ножик теперь я сразу же убивает всех шайтанов что это у нас такое пулемет пулемет шмулемет а ну нахер так бельгиз не интересно а подожди я ж могу вот этот теперь мне два пулемета правда тут получается что есть всего несколько типов оружия это такой аркадный элемент что так несколько типов оружия это получается пистолеты снайперки с дробовики и винтовки так что здесь происходит ну вот красный Там подсвечиваются тонкие места. Лекарный бабай. Так, ну давай без этих вот. Так, ну давай без этих вот, выкуртасов. Так, кто здесь? Так. Так, я тут хотел перезагрузиться. Так, кто, 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 куда? Почему, зачем и как? Где? Покрыт кишками, да? Ну хорошо. Живой хотя бы? Набор инструментов. Опять же, есть такая фишечка. Что нужна какая-то отмычка. Для специальных ящиков. Это что-то похожее на... Похоже на... 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 Мировая война назад. Где таким образом досягается какая-то рандомизация. Прохождение. В целом мы можем говорить о том, что... Бэкфэйблад не так хорош в деталях, как... 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 Левый дед. Вот. Но... Он... Современен. И за счет этого... В него просто приятно играть. Как бы... Если бы вот не была этой... Фишка с... Тем, что приходится... Проходить... Много... А, черт побери, я не то сделал. Тут эти гребаные птицы, которых не надо... Была... Пугать. То есть, если бы тут... Был... Режим без... Вот этого... Набирания вот этих... Редких вещей. Вот этого всего. То я думаю, как бы было гораздо... Более привлекательное. Более привлекательное... С точки зрения... Того, чтобы... После... Долгого перерыва взять и зайти. Или там посреди... Чужой игры взять и зайти. Куда надо. Ну, зайти в... Чужую игру. Так ты... Вначале... Тебе приходится чужим персонажем заходить. Играть. Потом какая-то такая перестроечка. И ты, конечно же, не настолько... Хорош, как другие. Как другие. Камрады. Поскольку... Ну, ты не... Качался с самого начала. Спинка, 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 спинка. Угу. 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 И я покажу тебе, как действительно исправить эту вещь. Мачете, кстати, я не хочу Мачете, у меня все хорошо. Причем Мачете дополнять с навесами эпичными. То есть, если вы помните Верментид, то в Верментиде там тоже такая цветовая дифференциация штанов была. Где там вещички были от бесцветных, там серые, зеленые, синие, коричневые и, наконец, красные самые редкие. Ну, здесь что-то похожее. Так, кто здесь, блин? Кто там, у кого приклеил? Отпустите его. Кто там идет? Спасибо, спасибо, мне не нужно. Ой, блин, 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 за это самое. Ладно, не важно, пойдем отсюда, дальше. Так, кто тут у нас? Монклинг флорщина такая, блин. Ух ты ж. Что у тебя за спешл такой? Пойдемте сюда уже. Пойдемте сюда. Пойдемте сюда! Пойдемте сюда! Пойдемте сюда! Ох! Так, где-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли? Че тут надо? вот так вот. Система укрытий. Замечательно. Все, заклеились. Супер. Интересно, что на одной компании карты могут быть как-то даже взаимосвязаны. Правда, непонятно. Это просто элементы карты так использованы. Потому что, ну, бывает так, что ты начинаешь в каком-то определенном месте, там от базы отходишь. И проходишь через одну и ту же локацию просто в различных вариациях. Это интересный способ сэкономить бюджет игры. Не чувствуешь то, что тебе дают действительно различную локацию. Но ты как бы идешь в разных направлениях. Давайте, пошлите уже. Пойдемте. Не надо пошлите. Давайте идти. Вот. Это, собственно, как мы собираем колоды, так и игра собирает колоды против нас. Что тут у нас есть? Ящик тут есть. О, ящик. И луцид. И луцид. Ты не убьёшь. Да. И снизошел Моисей к народу своему, держа в руках скрижали. И было на них написано «Не убей». Но времена были сложные, непростые и, конечно, никто его не послушал. Не с той, не с этой стороны. С такими вот тварями разве договоришься? Вот, давайте, давайте, давайте. Что тут у нас такое хорошее есть? Бам-бам-бам-бам. Дунный тормоз. Интересно. Уптика. Давайте я возьму. Я возьму. Я возьму. Я возьму. Так. Немножечко, но... Угу. Ну, может, зря я это самое... Э, кто здесь? Да, блядь. Андрей я взял. Надо было на эту дверь сейчас. Ну, придется... О. СНГ здесь! О, вонослась, прикольно. Я вот и понимаю, это мы добываем карту или просто какие-то карты? А, черт побери! О, вонослась. О, вонослась. Дело. О, вонослась. О, вонослась. Это не меня, я-то. Ужго. Ну, придется в ближнем бою использовать. Я пойму. Панку, склянку, шманку. Угу. Так, ага. здесь я не могу птички нет, птички нам не интересны это интересно как бы что-то среднее между прохождение в тихую или о-о-о-о товарищ блин мне было не так весело довольно быстро походу это просто сложность ну или мы уже жирные как сволочи в плане что ммм ммм вам кажется что у вас дофига жизней но потом вас сильно покоцают и все эти ваши жизни они превратятся в постоянную рану то есть что вы будете постоянно жить на 30 процентах или там 50 процентов ну сколько там получится пока вы нормально не полечитесь ну какое 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 да мясо надо с этого бегать ой 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 кто там кто там кто там черт побери черт 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 так я немножечко подлечусь лучше смотри смотри не везде если туалет хорошо у меня есть такой смертельный удар Реально, тут скорее даже непонятно, это игра про мясо, это не игра про там, Грайнхаус, например, как в этом, где в зомби-армии красиво разлетаются бошки там, а-ля Фаталити из Мортал Комбо-Атак. А, блин, медиков нету ни хули, чёрт побери. Пойдём-ка. Ну куда нам нужно, что-то тут построить? А, вот, понятно. Спать. А, блин, не кто подобрал оптику, мне надо оптику для этих. Всех этих не надо. Да. Ну, в принципе, аркадность это нормально, как бы не обязательно на хардкор делать. Вот хардкор это, опять же, в той же зомби-армии. Хотя я тоже сомневаюсь, что там дико всё просчитано. Но, баллистика интересная сделана. А тут скорее такой Payday выглядит реалистично, но... Да ладно, кто тут реально делал эти самые все оружия и так далее. Особенно в зомби-играх. Так, что здесь происходит? Магнум. Магнум, керагнум, тактический грубовик. Что-то у нас... Что-то, а где? А, вот, нашли. А, блин. Патронов нет, ой, тоже патронов нет. Черт, надо брать какой-нибудь другой, действительно. Да, прекрасно. Прекрасно я далеко, не будь ко мне жесток. Какая-то странная вот диалоги, то есть они что-то там звучат, разговаривают между собой. А, похер на самом деле. Так, что-то я пропустил. Надо милишку какую-то взять, наверное. Пистолет, да? Ага. Кому-то нужно? Кому на хрен не нужно? Пойдемте отсюда. Что-то, пройдя свою жизнь хоть за половину, я ощутился в суммурочном лесу. Ага. Что-то, смотри. Мы популярны. Ага. У programmer Шут printer расходят. Оп, пусть исчернят. Огни, вы знаете, как вы теряете до нак四して деньги... Заткл. Ой, забез expertsам. Ага. Надonerте... Хорошо. Ага. Х tornar buffs. Если б… А тут нету ничего такого, да? Пойдемте. Американый пистол. Американый пистол. Американый пистол. Американый пистол. Американый пистол. А, кто то у нас? Сейчас подождите. Дайте кое я. Ой, ой, так нахер надо идти. Блин, кто это? Вот видите, сколько у меня там максимум травма. С максимумом у меня 49. Пока я не поправлюсь аптечкой, будет всё плохо. Так. Здесь сложно, сложно, конечно. Что-то пошло. Так, отойди от меня, скотина. А, блин. Но меня убили нахрен. Печалька. Двух убили. Отлично. Срочно надо идти до... У кого-то. Ой, ой, прикольно. Я потерялся, потерялся. Бля, хамуха, цикотуха. Ладно, жопу. Вот это спортивное место, на самом деле. Тут постоянно бегут, пока ты не пробежишься наверх. То есть, тут, скорее всего, вот, да, нужна милишка какая-нибудь хорошая. О, блин, 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 да. Санк-дабарий, чёрт побери. Ээээх, да. Ай, фэк юу. Ну, давайте. Я знаю, что нас ждёт. Надо... Надо показать... Что мы тут не... Не пальцем, а не палкой сделаны. Это кто-то всё прошёл. Ну, блин, молодцы. Давай подпрыгиваем. Чёрт. Винтовка, винтовка. Блин, две винтовки взял. Как ты умудрился-то? Даже обидно, несколько. Пока дробовик нормальный, не найду, всё будет плохо. Ладно. Так, что тут у нас? Ручной пулемёт. Хорошо. Ага. Так, дальше. Я бы сказал, что выносились команда, боеприпас команда. И себе гранатку. Вот так вот. У меня 44 монетки. Вы посмотрите на это! Надо, не надо. Угу. Это гарантирует, что у вас есть упаковки. Давайте. Попробуй! Там! Стоят девчонки, стоят в сторонке. Платочки в руках, те ребят. Черт побери. Кого я там? Где нахер, блин? Сигнализация эта дурацкая. Ого, да что ж такое-то? Я просто... Так, что это у нас? Какой интересный момент того, что ты... Это может быть критично, но... Черт побери. Монетки, 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 монетки. Кто споттает нас? О, вижу. Да блин. Ребята, отойдите от меня. Блин. Что ты за нас? Блин, сколько у вас тут Она летела Что это было, блин Да, да бывает такое, что Сочетание Сочетание карты у компьютера Какое-то жесткое Жесткое жесткачение Получается Которое не так уже весело проходить Ну, в любом случае весело, не весело Блин, кто здесь Боты, вы такие суки Более Боты-то, кто-то, кто с тобой Разрезает Бот 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 Ого, нервно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 давай подсоединяйся давай красавица подсоединяйся скорее всего там волосатый бородатый мужик такой же как я и вовсе не такой красивый лысый с усами как этот дэнброк но тем не менее текущие карты что у нас тут такое вот это 8 окей ладно это все здравствуй так что там у нас рпк противовес кстати это интересная штука давайте попробуем свинцовый противовес 4 гранатка гранатка на это все у всех лежать что такое суши интересно мошка все кишках во всем этом что-то я как-то небольшой фанат этого всего я не знаю для ноги на замене зомби для дихель пойдемте сюда жаль а вот эти вот кишки с прожилками они символизируют какой-то где-то тут я не знаю что за хрень хрень неприятная ничего тут блин это самое ой ой нет верните обратно я не согласен так блин товарищ что это было тактический приклад компактный давайте возьму о прикольно Банка с приманкой, дымовая шашка нет, блин, 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 надо что-то набрать. Ладно, нормально всё, let's go. Ну, то есть, в процессе прохождения можно набрать и оружие, как таковое, различные редкости, так и навесы к ним. Так, где это у нас, что у нас тут такое? Всё, пойдём, пойдём отсюда, да, да. Что-то я это плём. Да-да-да. Так, вот и идите к ней, или к нему. Я тут уже не могу понять немножко гендерная принадлежность этих тварей. О! Вот эти черепа нужно собирать. А, черепа, бери. Вот, что это? Мистикл И вот там, как вы туда вниз спустились, а? Объясните мне, пожалуйста А вот, понял Блин Где-то меня Блин Вот как я кидаю Черт побери Вот пошел куда-то в непонятном направлении Что? Зачем? Нафиг я это сделал? Ладно, черт Похрен сам Потерялся Гребаные пещеры, ненавижу Вот за это я их ненавижу Вроде понятно все Блин, ёкарный бабай Отвалите от меня Ну ладно, хрен с ним Пойдемте И так нормально Да Видимо, ему тоже не нравится Или ей Этому игроку тоже не нравится Да Нормально Все Идемте Пойдемте дальше Угу Карты помех Аааа По-па-па-пам Давайте Нормально А я уже тут Идемте В удивительном образом да и кстати вот этот удар ближнего боя тоже на кнопку нажимаешь она скидывает в общем то это продолжение идеи отбития так что там у нас есть я наверно хочу взять глушак я наверно хочу здесь какую-нибудь гранатку так ладно и патрончики да так теперь что-то надо он пойдем пойдемте товарищи тут бы конечно этой самой навесика бы да действительно попал последний я помню это черт то есть в суде просто приятно блин придумали на давайте-ка не надо нам никого и отсюда где там этот снаряд так с тварь покатился сейчас оттуда вылезет тварь блин 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 я как на баба и я потерялся вот он шелки и гали галери хрен на себе это блин долго вдохни красиво получилось ахаха так где тут еще патроны где еще где еще где еще где еще И ещё гильзы. Последние гильзы эти. Эээ, блин, 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 блин. Я вот найти не могу. Блин. Где я? А ну, где вы прячетесь? Ой, что ли? Ага. Ну, давай. Ну, последняя миссия была довольно быстрой. Так что жаловаться не приходится. Ну, мы её таки прошли. Не сначала, но тем не менее. Ну что, нас в хаб вынесли. Ну, всё замечательно. Мы прошли. У нас доступны обновки. Обновки. Кстати, вооружение, что-то там было, по-моему, у пистолета-пулемёта. Какая-то хрень, зимний солдат, будешь меня хуй, господи, какой страшный. Ой, господи, какой страшный. Нафиг это всё придумали. Ладно. Так, колоды я не хочу, мне не интересно уже сейчас как-то так. Может быть, потом, если будем играть с кем-нибудь. Вот. А сейчас у нас есть четыре этих. Можно разблокировать эту карточку. Это херня какая-то, да. Дальше. Потратили два черепа. Хотя мы не вытащили ничего из пещеры. А могли бы. Вот. И я здесь закончу с этим. Да, хорошо. Так, что у нас тут? Скинчик, скинчик, скинчик. О, симпатичная, симпатичная. Да, что-то меня на тебя везёт. А, нет, подожди, это просто передвинулось. Это, блин. Скинчик. Давайте карту эту самую, да? Может, всё-таки. Карта, карта. Ладно, пускай будет, пускай будет. И пускай будет, да. Так, что у нас тут? Сколько у нас всего осталось? Давайте. Карта. Граффити, граффити. Синий джинс. Охренеть. А, карта. Краффити. И скнчик для пистолета. Ага. А, что это? 30, 75. Ай. Простите, сейчас... Чихну. Да, нормально, давайте. Да, какая... Угу. Мотор-клуб, блин. 34, 2. Что-то у нас 50. Видите, какой-нибудь дешёвая хрень. А тут что у нас? 50, 50 заблокировано. А почему заблокировано, кстати, интересно. А, потому что есть уже. Ага. Так, давай возьмём вот эту. Ну, и дальше денег нет. Ну, в общем... Такая у нас забавная штука. Чёрный... Чёрный топор, да. Кстати, хорошо. Было бы чёрный топор. А я с чем бегал? Ну, не с топориком же. Ладно, неважно. Неважно, абсолютно неважно. То есть... Вот такая вот игра получается. У меня так... Весьма... Неплохая игрушка. Не то, чтобы я там... Говорил, что это хуже, чем Left of a Dead. Это немножко другое, как бы. И оно... Неплохое, как бы. Вы видели. Есть различные вариации того, что происходит. И... В целом... Оно играется неплохо. Это самое главное. Вот. Вот, наверное, и так. Даже в самой игре есть какая-то прогрессия. Ну, прогрессия есть теперь и... По различным скинам, по собираниям колоды. В процессе игры ты дособираешь эту колоду там... Или что-нибудь ещё берёшь. Или ещё как-нибудь действуешь. Там, собираешь непосредственно оружие. Его навесы, там... По редкости. То есть, что там... Чем-то можно заниматься. Конечно, всё это очень аркадное. Но и... И сам Left of a Dead был тоже... Аркадным. Никто об этом... Не жаловался, в общем-то. Так что... Единственная проблема у этой игры... Ну, как не единственная. Самая главная проблема у этой игры... Это её ценник. То есть... Во-первых, игру перестали... Сказали, что всё, она закончила свой момент поддержки. И разработчики больше не будут выпускать какие-то дополнения к ней. И при этом цена остаётся в пределах тридцатник плюс евро. Я не скажу, сколько это будет в российских рублях. Если вы там из России или ещё в каких-то там... Или в других бакинских енотах. Вот. Сами переводите. Вот. Ну, то есть... Это главная проблема. При том, что... Да. Жизненная... Жизнь проекта уже закончилась. И его уже раздают на Humble Bundle. То есть... Недавно за 13 баксов можно было урвать пачку из зомби-армии. Всех частей верминтида второго. И... Верминтида второго, который живее всех живых. Вот. И... Что там ещё было? Она крузится. Это новенькие игрушки, которые... Только ещё в раннем доступе. Ну и... Это Киллинг Флора, который тоже... Про Киллинг Флор у меня смешанные ощущения. Я не знаю, как... Я, конечно, сделаю когда-нибудь... Пробник на Киллинг Флору. Но мне кажется, что... Фанатам... Этой игры он не понравится. Ага. Не люблю цирк Шапито. Ладно. На этом я закончу. Я надеюсь, что вам стало более понятно, что такое Back 4 Blood. И... Вы уже сами можете решать, нравится вам это... То, что вы увидели... Или не нравится. Вот. А на этом у меня всё. Все доброго вам времени суток. И... Когда-нибудь ещё увидимся. Одесса, товарищи.